канаж привязана я вооружаюсь крючком и начинаю вытягивать петли подхватываю нитку с изнаночной стороны вытягиваю одну петлю вытяну вторую и протяну одну в другую собственно для втачивания рукава в пройму я почти всегда пользуюсь вот таким швом он выполняется довольно быстро вполне себе легко он достаточно эластичен чтобы не стягивать изделие и выглядит очень чисто ненужной булавки сразу убираю и так и продолжаю работать когда я выполняю этот шов я всегда слежу за тем чтобы хватать не за кромочные петли потому что кромочные петли у нас как известно 1 на 2 ряда и получаются довольно приличные дырки я хватаю обе детали за следующий ряд чтобы у меня шов конечно получается немножко толще чем чем он мог бы быть если бы я сшивала детали за кромочные петли но зато у меня нету никаких дырок итак выполним этот шов до самого конца вот так он выглядит он вполне себе эластичны достаточно эластичны для того чтобы иметь право быть на на трикотаже и он прочный пока я выполняю шов я как обычно проверяю проверяю его на тянуть честь и так сошьем обе детали вот именно вот таким образом и так выполнение этого шова у меня подходит концу мне осталось сделать несколько стежков я их вот так вот вытягиваю и мы вернулись в ту самую точку откуда начинали выполнять этот шов ниточку срежем и и потом ее впоследствии закрепим давайте посмотрим что у нас получилось у нас получается вот такой ровненький аккуратненький по всей пройме когда мы выворачиваем рукав у нас выглядит вот таким вот образом разумеется у нас еще ничего не отпарено все еще пока так топорщится ну в любом случае вот он как выглядит вот такой шовчик у меня здесь совмещен маркер обозначающий середину маркер обозначающий боковой шов и собственно рукавный шов они совмещены маркер мне больше уже не нужен и вот как как это все выглядит итак один рукав мы втачали втачиваем второй точно также и будем продолжать работу над нашей курткой оба рукава мои куртки уже втачены вот один рукав и вот он второй рукав уже тоже в пройме все все хорошо все нормально сидит и следующее что мы будем делать мы будем обрабатывать горловину горловину мы будем обрабатывать следующим образом мы будем набирать петли по изнаночной стороне будем вязать резинку которая которая будет такой стоечкой подниматься над горловиной потом ее вывернем на правую сторону и с этой стороны прикидываем по лицевой стороне этой резинки мы пустим 2 полоски то есть вот точно так же как на вот этой резинки высота этой резинки тоже должна быть примерно вот такой ну что ж приступ для того чтобы набрать петли я привязываю с одной стороны ниточку и сразу же отсюда же вытягиваю одну петлю которая у меня будет кромочная и хватаю следующую петлю чуть пониже постольку поскольку вот эта петля у меня будет кромочная то здесь у меня должно быть некоторое расширение следующую петлю я вытягиваю из петельного столбика у меня здесь петли закрывались по прямой поэтому я вытягиваю из каждого петельного столбика по одной петли петли яху я стараюсь хватать не из кромочной кромочную кромочную я обычно в этих вытягивание петель она у меня обычно не участвует соберем все это на спицу и дальше будем продолжать работу спицы и так следующие следующая петля вот она у меня идет я вытягиваю петлю из из петельного столбика здесь никаких сложностей нету просто из каждого из каждого петельного столбика я достаю по одной петле теперь у меня идет и тут убавки по косой но я по-прежнему соблюдаю вот она чистота с которой я набираю петли вот из этой из этой петли достанем и следующую петлю мы достанем вот отсюда теперь у меня здесь убавок никаких нету поэтому я должна набирать петли по принципу я иду вверх по петельному столбику и так 2 петли набираю одну пропускаю вот эту петлю вот эту петлю я пропускаю буду набирать из следующих две петли вот эту петлю я пропускаю и набираю еще раз две петли опять же кромочная петля у меня идет я набираю из следующей петли который идет после кромочной следующую петлю я пропускаю и набираю вот здесь две петли и так теперь у меня идет плечевой шов из плечевого шва я тоже достану одну петлю при этом я постараюсь захватить хотя бы одну ниточку из полочки дальше я иду по петельным столбиком я набираю из каждого петельного столбика по одной петле то есть и и из петли петлю я не люблю набирать петли из кромочных потому что потом образуются дырки несмотря на то что у меня вот это все будет с изнаночной стороны я все равно не люблю когда изнаночная сторона слишком некрасивая если этого можно избежать я стараюсь это избежать чтобы изнаночная сторона тоже была чистая итак мы еще раз пришли к другому плечевому шву достанем петлю отсюда тоже сделать это с помощью крючка удобнее и теперь у нас идет высота из этих петель мы набираем петли точно также из двух петель набираем одну пропускаем не очень удобно хватать из-за толщины поступим вот так вытянем петлю крючком и так следующая петля у меня вот она одну петлю пропустим 2 петли наберем еще раз одну петлю пропустим 2 петли наберем еще раз здесь они у нас в этом месте они идут такими парами ничего страшного дальше у меня идет набор петля в петлю здесь попадаются убавки не очень удобно набирать тоже ничего страшного итак и наберу еще одну петлю из кромочной которую у меня будет кромочной не так не годится наберем петлю отсюда и достанем еще одну петлю из кромочной итак когда у меня все петли набраны я обычно проверяю количество петель вот от от плечевого шва до края с этой стороны и количество петель от плечевого края до до края горловины с этой стороны сейчас у меня количество петель одинаковое и я начну вязать мою резинку первую петлю я снимаю как обычно и вяжу 2 лицевые 2 изнаночные постольку поскольку петли мы набирали ту спицей то крючком то местами они могут быть перекрученные я за этим слежу выправляю петли все в том направлении в каком они мне нужны и вяжу резинку 2 на 2 итак мы будем вязать резинку на нужную высоту нужно высоту я обычно смотрю уже по ходу работы и так вяжем наши куртки я провязала воротник он у меня вот такой длинненький значит мы набирали петли отсюда и вязали вверх я провязала 20 рядов внутренней части воротника и 20 рядов внешней части воротника вот эта внутренняя часть у нас будет прилегать к шее вот это вот часть у нас вывернется вот так вот наружу он когда разложенный он выглядит так очень длинненько а когда мы его сейчас вот так вот сложим и прикидываем по горловинке он у нас будет как раз нормальной высоты на что здесь нужно обратить внимание полоски я вязала точно по такому же принципу то есть каждый раз когда я сменивала цвет я вязала один ряд лицевыми чтобы все мои перекиды цветов случились на изнаночной стороне и так на этой стороне когда я меняла бордовый на белый я связала один ряд полностью лицевой когда меняла белый на бордовый тоже один ряд полностью лицевой еще раз бордовый на белый полностью ряд лицевой и еще раз белый на бордовый таким образом у меня получаются вот такие точно такие же чистые полоски как внизу на резинке как и на рукавах поэтому у меня здесь все абсолютно симметрично абсолютно органично и мы теперь должны вшить замок прежде чем вшить замок я обычно вот сюда вяжу такую небольшую заглушку потому что дети когда застегивают замок до конца то они очень часто замком когда дети застегивают замок они в общем-то довольно часто замком умудряются ущипнуть кожу на шее или на подбородке и в общем это больно и неприятно поэтому обычно когда я вижу замковые вещи я вижу такую небольшую заглушку которую вот сюда вшиваю чтобы не было непосредственного контакта между шеей шеи ребенка или там подбородком ребенка и замком поэтому мы сейчас займемся вязанием заглушки вот эту нитку вот эту нитку мы сейчас можем срезать нам нужна длина примерно втрое больше чем шов который мы планируем делать нитку я обычно отрезаю немного длиннее чем нужно потому что лучше ненужный кусочек срезать и и выпросить его потом нежели нежели подвязывать кусочек во время кетлевки и так нитка у нас готова мы приступим к вязанию маленькой такой заглушки для вязания нашей заглушки мы наберем 6 петель на спицы на те же самые спицы три с половиной и так 2 3 4 5 6 и я я буду вязать обычно лицевую гладью вязание большой и вязать однозначно не нужно но она тоже не должна быть слишком маленькая чтобы она была все-таки функциональная и так сначала мы провяжем несколько рядов вот так вот прямо вверх а потом мы ее просто скосим чтобы она на правой стороне не мешала бегунку ходить по замку и так моей этой маленькой детальки провязано 8 рядов и теперь мне нужно сделать сделать скос вот с этой стороны мы его будем делать по такому же самому принципу я буду в каждом изнаночном ряду убирать по одной петле лицевой ряд провязываем разворачиваем работу вяжем изнаночный ряд две петли оставляем на спицы и переворачиваю я их переворачиваю для того чтобы у меня петли не были перекрученными и провязываю предпоследнюю петлю с последней кромочной и так лицевой ряд я еще раз провязываю без каких бы то ни было изменений а в изнаночном ряду я опять сокращу одну петлю по такому же самому принципу то есть я провязываю сейчас теперь уже две петли переверну вот эту петлю и провяжу ее вместе с кромочной лицевой ряд я опять вижу лицевой ряд вяжем в изнаночном ряду мы будем закрывать вот эти петли еще одну петлю сокращаем до деталька очень маленькая иногда кажется что возиться над ней наверное не стоит но как показывает моя практика стоит еще раз мы провяжем петли вместе так мы это сделаем и все и вот эту петлю можно закрыть вот такая у нас получилось заглушечка и вполне достаточно для того чтобы уберечь шею ребенка и вот этот скос даст нашему бегунку двигаться по замку так нитку под затянем ставим небольшой хвост и вот так вот мы ее будем вшивать вместе с горловинкой с петлями горловинки у меня полностью провязана горловина она вот так вот выглядит внутренняя сторона горловина у меня полностью красная по внешней стороне я сделала точно такие же две полоски как и везде и сейчас мне нужно будет аккуратно приметать вот эту горловину к линии по которой я набирала петли и я начну кетлевать теперь когда у меня горловина приметана я начинаю кетлевку все ненужные нитки пока уберем в сторону и захватываем первую петлю снизу с изнаночной стороны на лицо следующую петлю мы тоже будем брать с изнаночной стороны на лицо итак возвращаем иглу с ли с лицевой стороны на изнанку в предыдущую петлю и выводим ее в следующей петли с изнанки на лицо нитка у меня довольно длинная как я уже говорила я не люблю когда в процессе работы нитка заканчивается лучше лишний кусок срезать итак повторяем каждый раз мы вводим иглу с лица наизнанку в предыдущую петлю и выводим иглу с изнанки на лицо через одну петлю одна петля у нас все время и так возвращаемся назад в предыдущую петлю пропустим одну петлю и выведем иглу в следующей петле вот что у нас должно получиться в результате вот такой аккуратный шевчик и мы так и будем продолжать до тех пор пока мы не используем все петли которые у нас на спице вводим иглу в предыдущую петлю петлю с лица на изнанке на изнанку и выводим через одну петлю с изнанки на лицо средняя петля которая между ними сейчас пока не участвует в работе и так еще раз предыдущую и через одну петлю вот как у нас это все выглядит так это у нас выглядит у меня здесь примет он уже замок о нем чуть-чуть позже и так выполняем этот шур до конца и потом начнем работу с замком и так моя горловина прикит лёвана теперь вот эту нитку я могу выдернуть она мне больше не пригодится сметка мне вот это больше не нужно потому что все петли собраны ни одной петли не пропущена шов у меня получился такой какой я и хотела абсолютно эластичный везде тянется и горловина у меня вот такая двойная все у меня сложилось и так теперь здесь простите вот с этой стороны я закрепляю мою ниточку и обычно я отправляю по внутренней стороне здесь хвост можно оставить подлиннее совершенно не имеет никакого значения потому что этот хвост я просто заправляю вовнутрь дальше мне нужно провести некоторую работу с замком замок у меня был длинноват причем длинноват намного что я сделала я на том месте где у меня должен заканчиваться замок я просто-напросто выдернула несколько звеньев отрезала отрезала лишнее вот вот эта часть мне уже больше не понадобится я выбрасываю а вот это вот вот этот кусочек с пустыми звеньями я здесь немножко над огнем подержала замок над огнем и немножко чтобы край у меня не крошился и вот так вот подвернула и подшила и вот это вот вот это вот торчащая кромочка не даст моему замку сорваться когда когда я буду его застегивать потому что вот такие замки с широкими звеньями довольно сложно там довольно сложно сделать стопор и так вот так вот у нас застегивается замок и и как видите как раз вот это вот это вот вот этот вот подворот не дает зам не дает бегунку сорваться с замка это очень важно потому что когда бегунок с замка срывается в общем-то вечно сеть становится невозможно и так все хвосты с этой стороны мне их нужно связать чтобы они никуда у меня не разбежались и не стягивали мне моего воротника я аккуратно это все связываю и заправляю и просто заправляю вовнутрь все вот эти вот нитки ненужные у меня все будут жить внутри постольку поскольку это все будет у меня закрыто то мешать это мне уже не никак не будет и теперь мне осталось только подшить горловинку вот таким вот образом вот эту маленькую детальку которую я связала для того чтобы замок у меня не щипал шею и подбородок ребенка я ее приколола вот таким вот образом и сейчас я ее буду вот вот так вот пришивать к к моей обработке горловины это будет все вместе здесь получается довольно толстенький сложный такой шов но мы не ищем легких путей поэтому шов мы этот выполним к сожалению я изначально думала загнать замок вот так вот вовнутрь моей горловины но у меня здесь получилась небольшая проблемка потому что горловина у меня вы выворачивается с изнанки на лицо они наоборот как это бывает обычно в готовых вещах и и так мне нужно будет сметать горловину мне нужно будет приметать горловину замок горловине и в принципе можно будет уже выполнять шов приступим да я еще хотела показать вот этот шов который мы только что сделали кетельный вот он получается у нас вот такой чистый с лицевой стороны и не менее чистым получается с изнаночной стороны здесь мы видим только нитку которая мы шили и больше ничего потому что все что у нас было там если даже иногда получается не очень красиво линия горловины ее тоже можно подкорректировать вот вот этим вот такой вот обработкой вот собственно давайте продолжим работу с замком замок я обычно вшиваю вручную то есть подбираю ниточку по цвету и аккуратно его вот так вот ручками вшиваю не самое простое занятие здесь очень важно сделать красивый аккуратный шов как следует закрепить нитку чтобы потом это все не переделывать замок я обычно вшиваю швом игла назад в начале работы это бывает не очень легко просто элементарно даже воткнуть иголку постольку поскольку начало нашего замка всегда залита пластиком для прочности но это ненадолго следующий стежок я сделаю побольше все дальше у нас уже дело пойдет гораздо легче мы просто аккуратненько вшиваем замок теперь нам нужно добиться того чтобы у нас вот это вот линия получилась в одну строчку как бы в строчку ровно аккуратно чтобы она ни в коем случае не перекашивала нашу работу и так вот таким вот образом вшиваем обе половинки нашего замка вот что у нас должно получаться на выходе аккуратно ровно аккуратно ровно шевчик имитирующий строчку так продолжим до конца нашего замочка вот так вот чтобы аккуратно ровно